Аллилуйя Субтитры подогнал «Симон» Где бы я ни шел, не убоюсь я зла Где бы я ни шел, ты всегда со мной Где бы я ни шел, не убоюсь я зла Твой жертв и твой голоса успокоят меня Аллилуйя, вся слава тебе 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 Твоя рука не сократилась, чтобы спасать Твоё ухо не отяжелело, чтобы слышать Ты сказал нам, чтобы мы провозгласили всем народам Господь царствует Поэтому вселенная тверда И не подвигнется Он нас не оставит Он судьбами правит Он Бог всемогущий Господь во славе грядущей Мы верим такому Богу Который нас никогда не оставит Который никогда не даст нам На растерзание врагам Ему надлежит царствовать Таково все враги Не будут положены в подножие ноги Аллилуйя, Аллилуйя Твоё царство Твоя сила Твоя слава Твоя слава Твоя слава Твоя слава Мы благословляем Твою имя Мы утверждаем Твою царство Мы утверждаем Твою царство И говорим всякое колено На этой земле Уши земли Приклонится перед именем Твоим И всякий язык Будет исповедовать Тебя Господом И Латвия станет цитаделью Христианская культура И духовное возрождение В европейском пространстве И ни одно оружие Сделанное против Тебя Народ Божий не будет успешно И ни один язык И Бог покажет разницу Между теми, кто чтит И служит Ему И между теми, кто бесчестит Его И весь народ Божий сказал Аминь! 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 Агромное спасибо! Я всех приветствую сердечно! И желаю, чтобы этот вечер Прошел в Божьем присутствии От тьма покроет землю И мрак народы У множится и зло И беззаконие А над тобою Воссияет свет Мы ждали годы Нас Бог избрал Мы здесь непосторонние И мы будем видеть славу Богу В нестандартных Обстоятельствах У Бога есть нестандартная программа Манифестации своей славы И манифестации своей силы Поэтому Прошли мы через советское мракобесие О, как уж так там нас ненавидели Враги Антисоветчики Угроза Идеология Идеология Вся эта идеология уже сдохла Она уже исчезла Сегодня поднимаются как будто новая Подобная идеология Точно так же тебя ненавидят Ненавидят за твою свободу За твою самодостаточность За то, что ты веришь Богу И провозглашаешь правду Божью Оказывается правда не всегда популярна И это очень дорогое удовольствие Гораздо легче быть частью системы Сказали Христа украли Проповедую, что Христа украли И хватит ерундой заниматься Говоря, что Христос воскрес Христос не воскрес Его украли До сих пор Идет точно такая же Информационная война По поводу всех фундаментальных ценностей Которые касаются тебя И которые касаются и меня Но Мы избирали Позицию Тех, кто провозглашает правду Придется платить эту цену Мы будем платить Мы ходим не перед людьми А мы ходим перед Богом И однажды он сказал В своем писании Саввоз раксту Я Изрекающий правду Сильный Чтобы спасать Спасение приходит Ход для личной цепи Ход для нации Ход для церкви Не от тех, кто слаб А тех, кто сильн Только сильные Могут спасать Слабые Спасать Не могут Что делать Чтобы иметь силу И чтобы стать сильным Написано Я изрекающий правду А кажется Наша сила И наше влияние Зависит от правды Если ты врешь Если ты Интерпретируешь Под свои Интересы Истину Божью Ты проиграешь Потому что дьявол Отец лжи А Иисус Христос Он изрекает правду На чьей стороне Правда У того будет сила Для того, чтобы спасать Если Я Ложь Демагогия Демагогия Пропаганда Которая откровенно Разрушает Божью правду Будет на твоей стороне И ты будешь заложником Этой лжи Ты проиграешь И спасение Пройдет стороной Дальше Талак Иметь отношение к правде Можно двояка Изтуретесь Предпатесе Вар дивоят Варзинат Патесе Внутри Иекща И молчать Я знаю Что добро Я знаю Что такое зло Я это внутри знаю Ну а время такое Что вслух нельзя говорить Запомни Правда дается Не для того Чтобы ее прятать Шифровать И куда-то укрывать Правда дается Только для того Чтобы ее Провозглашать Провозглашенная Правда Провозглашенная Правда Делается Именно тем инструментом Который поменяет эти обстоятельства И приведет нас К спасению И первое слово В этой схеме Я Изрекающий Правду Это Персональная Ответственность Не мы Провозглашающие Я Провозглашающий Правду Персональная И индивидуальная Ответственность За Твою идеологию За твое Правозглашение Сделает тебя Либо Индивидуально Сильным человеком Который Имеешь влияние И приносишь спасение Либо Это Индивидуальная Ответственность За Вранье За Искаженную Истину И за Откровенные Искаженные Факты Индивидуальная Ответственность Она делает человека Заложником Своего Решения Так вот мы И приняли решение Взять Персональную Ответственность И Провозглашать Не то что говорят Продажные Коррумпированные СМИ А мы Избрали То Чтобы Провозглашать Божью Правду Это наша Позиция Нравится она кому-то Не нравится она кому-то Мы ходим не перед людьми Мы ходим перед Богом Потому что судьба Латвии Не в руках нынешнего правительства Судьба Латвии В руках наше Господа Ир муська Потому что мы тот народ У которой Господь Иис Бог Тема моей проповеди Жатва Пляуя Кончина Века Лаика Бейгас Но во первых В расход пойдут плевели Пеловас Тикс панемтас А уж потом Пшеница Мы говорим О событиях Последнего времени Я думаю мы понимаем Что история человечества Не начинается История человечества Завершается Бейдзас И Завершение Человеческой Истории Писание Обозначает Не иначе Как Жатва Капар Пляую Жатва Пляуя Кончина Века Лаика Бейгас Человечество Это комбинация Разных людей И праведных Гантайсно И нечестив У нетайсно Комбинация Тех Кто служит Богу И поклоняется Живому Богу А так же И тех Кто поклоняется Идолам Которые откровенно Поклоняются Дьяволу Вот такая комбинация Не только культурная Не только религиозная Потому что Не все Что Под куполами Церковь И не все Говорящие Господи Господи Судьбожьи Служители Вообще-то Когда Христос Пришел на землю И его Не гомосексуалисты Распяли И не мусульмане Его Распяли Убили Представители Самой Авторитетной Религии Иудейской Религии Иисус говорит Я пришел к своим А свои Меня не приняли Мало того Не то что не приняли Они его убили То есть я к чему говорю Что религиозное сообщество Оно полярно Те которые С ним дружат И те которые С ним Враждуют Культурный Уровень Это те Которые Сохраняют Мораль Нравственность Чистоту Традиции Которые Укореняются В заповедях Божьих Либо Культура народов Которая Разрушает Всю эту Тоже Комбинация Разных Представителей Я уже молчу Про Комбинацию Политическую Комбинацию Мы вроде бы В одном Европейском союзе Стока стран Вроде бы И Швеция Вроде бы И Голландия Вроде бы И Дания Вроде бы И Польша Они все В Европейском союзе И Латвия Но посмотрите Какие Разные Сценарии Там Свободны Там Люди Открыты Там Проводятся Служения Здесь Все блокируется И закрываются Поэтому я говорю И в политическом отношении Точно такая же комбинация В одном На одном полисе Тирор Тирания Тирания Давление Геноцид С другой стороны Но Даже на политическом уровне Свобода Уважение к своему народу И предоставление Всех конституционных свобод Уважаемые друзья Это было И это будет И это будет Так вот В конце Бегас Человеческой истории И те И другие И другие Они предстанут Перед лицо Справедливого судья Все будут отвечать Перед главным судья И Имя которого Великий и всемогущий Бог Есть Божий суд На перстнике разврата Есть грозный судья Он ждет Он недоступен звону злата И мысли и дела Он знает Наперед Слово говорит Слово говорит Что перед ним Все абсолютно люди Будут отвечать Так вот Жатва Это кончина века Бог будет взвешивать Царей Тейненьюс И простых крестьян Он Будет взвешивать Страны И персонально Каждого Человека Перед ним Одним Каждый Даст Отчет Так вот Так вот Если исходить Из этой простой философии Что есть тьма и свет Что есть Бог и дьявол Есть добро и зло Есть плевелы и пшеница То Тат Жатва Начнется Не с пшеницы Жатва Начнется с плевелом Для того чтобы праведные люди Могли увидеть Справедливые суды Над всяким Мечестием И беззакониям Этих людей Жатва Кончина века Знаете Сколько верьевочка не вьется А конец будет Когда люди будут Когда люди думают Что им безнаказанно Все сойдет с рук Из-за воровства миллиардов Из-за обман людей Из-за эти все манипуляции глобальные Они глубоко ошибаются Я бы хотел Зачитать сейчас очень поучительную историю Которая была в прошлом столетии Очень поучительную Я думаю Она может сегодня кому-то помочь Я думаю, что сегодня Которая может помочь Немного в жизни Сориентироваться Друзья Сориентироваться Сориентироваться Из-за правильной выводы Один купец Венс тиргонс Ехал во Франкфурту На ярмарку Уз гадатиргу И по дороге На улице одного из поселков Он потерял кошелек В котором было восемьсот гульденов Значительная сумма по тем временам Тогда лошадь всего лишь стоила сорок гульденов Поэтому потерять денег За которые можно было приобрести двадцать лошадей Это сами понимаете Досадная потеря Шел по той дороге Местный плотник И нашел этот тяжелый Кошелечек Принес его домой Никому об этом не рассказал А спрятал в ожидании появления хозяина Куда-то в шкаф В ожидании Отдавать же придется Вообще-то есть порядочные люди Другой анекдот слышал Еврей нашел Кошелек Макку Отвери он сакал трюкст Люди реагируют по-разному Насчет подобных находок Я не знаю, как бы ты отреагировал Ну что ты лыбишься Ну ты бы отдал или нет Или Бога бы благодарил Спасибо Господь мне не хватало Ну в отличие от нас Этот чувак Он решил Этот кошелечек Какому-то олигарху отдать Как ты думаешь, сколько это восемьсот курили Сколько сегодня стоит Сколько сегодня стоит Двадцать лошадей Ну как Феррари двадцать Ну да, сколько Ну это приблизительно получается Где-то, ну, около пятьсот тысяч Ну, многовато, да Найти это, да Полляма По тем расценкам Еще и лям был, да И он решил ждать Вот так их воспитывали И так Если ты нашел Верни Сегодня я не знаю, как бы мы Поступили И так В ближайшее воскресенье Священник Священник объявил в церкви Что в этом поселке Было потеряно 800 гульденов И тому, кто Он там Их найдет И вернет Выплатят Сто гульденов Вознаграждения Представляете Это экзамен У тебя по-любому Восемьсот С какого перепуга Я должен это возвращать Чтобы мне дали Всего лишь сто Но было восемьсот Стало сто Психология очень сложная Но читаем дальше И честный плотник Будучи глубоко верующим человеком Принес деньги Пастору Тот попросил, чтобы пришел купец Тарговец прибыл Взял кошелек Пересчитал деньги И дал плотнику Не обещанных сто Гульденов А всего лишь пять И сопровождал Это очень обидными словами А что гульденов Ты взял без разрешения сам Потому что в кошельке было девятьсот гульденов Иди разберись Ты вроде бы порядочный человек Взял Сохранил Вернул А тебя обвиняют Ах ты вор Ахтун Ахтун И ты виноват И присоставляйте себе Таким безчестным образом ТАДА НЕГОДИГА ВЕИДА ЖАДНЫЙ ТАРГАШ Решил схитрить И сэкономить Плотник Разумеется Взмутился Что его обвиняю Воровстве и заявил Я ни одного гульдена не взял Не то что сотню Я человек верующий Хожу перед Богом Священник Этому купцу Подвердил Что плотник действительно порядочный И глубоко верующий человек Который соблюдает заповеди Божьи И поэтому за всю свою историю Не было еще никогда случая Даже малейшего воровства Он не мог взять эту сотню гульденов Но Алчный купец Настаива на своем Вы понимаете Если взять глобали Сегодня Идет такой же торг В Латвии Тот, кто платит налоги Кто платит все социальные Вот эти нужды Да Который исполняет все Никакого долга Ты виноват Потому что ты представляешь угрозу Для окружающих людей И ты говоришь Да нет Нет И вопрос Ну как доказать Что ты не верблюд Как доказать Что ты не угрожаешь никому А этот наглый и алчный купец говорит Ты зараза взял Столько денег И что делать Суд обязательно Иногда это административный Иногда это уголовный И в том Силе Тоже был судебный орган Священник Приестерс Пытался Объяснить По-человечески Этому торгашу Что плотник порядочный человек Тот категорически отказался верить ему Спорили они долго И пришлось И священнику И плотнику И купцу Обратиться в суд Города Франкфурта Дело рассматривалось несколько дней И стала для городских прихожан Предметом многочисленных кривотолков Стать себе Весь город был в курсе И представляете себе Плотник Пытается доказать Свою невиновность А вот этот Алчник Пет Патеряв Совист Невиного человека Носпеш Ты Ты сваровал Ты сваровал Ты Ну пойдемте в суд И вот представьте себе Теперь суд рассматривает Теса изката Кто честный человек А кто врет И представьте себе Как этот суд происходил Ш Теса Теса На плотника На плотника Уз галдника Кто-то ставил На этого Купца И вот как проходил Это судебный спор Сначала Сначала Судья спросил Купца Ты Можешь поклястся На Библии Что потерял Именно 900 900 Гульденов А не 800 Этот Бесовестный человек У которого Не было стыда Не перед людьми И даже не перед Богом Он легко Положил свою руку на Библию И глазом даже не маркнул И поклялся В этом кошельке Который я потерял Было 900 Гульденов В то время присяга на Библии Было очень уж серьезным моментом Затем судья обратился К плотнику И спросил А ты можешь поклястся Что когда ты нашел Этот Кошелек В нем было 800 Гульденов Честный мастер Спокойно положил руку на Библию И тоже поклялся Я нашел Кошелек В котором было ровно 800 Гульденов И теперь После этого Судья Объявил Своё решение Дело закончено Дело очевидно Дело очевидно Кошелек найденный плотником Макку Кошелек Никак не может принадлежать Купцу Потому что он потерял Не 800 А 900 Гульденов Поэтому Кошелек И 800 Гульденов Передаётся Передаётся Плотнику И он может распоряжаться Деньгами По своему усмотрению А купцу Предстоит продолжить поиск Своего кошелька В котором должно быть 900 Гульденов Народ аплодировал Плотник не ожидал Он думал Что он будет только 100 Гульденов иметь Я хочу пророчествовать Сегодня многим из вас Судебные тяжбы В которых ты сегодня вязан Закончатся не твоим поражением Судебные тяжбы Закончатся справедливыми решениями И тот кто хотел тебя опозорить И тот кто хотел тебя опустить Обвиняя тебя в том Чего ты не совершал Есть Божий справедливый суд И благословение будет по праву Принадлежать тебе Итак купец Лишился денег И по случаю также честного имени Приговор судей оказался мудрым И справедливость Потому что жадность Фрая разгубила Ну это по-русски А если классическим языком Жадность И зло наказали себя само Можете себе представить Это было давным-давно Это притча Которую написали братья Гримм Была датирована 1506 годом 1506 год Это сколько было назад времени? Это больше 500 или 600 лет А мораль остается той же Порядочные люди Картные люди И нечестивые люди Честные люди И вот эти люди Злонамерные и гордые Которые и так простых людей Хотят еще и обвинять Но Бог обязательно их защитит И так Главная мысль Посмотрите на экран Жадва кончина века Любой судебный процесс Обязательно завершится Любые тяжбы И конфликты Обязательно закончится У тебя вопрос У тебя вопрос Чью пользу Запомните На глазах праведных людей Бог будет Пасрамлять нечестивые Тому Библия говорит Нечестивые Нечестивые Пазады Истрибятся А праведные Будут наследовать Эту землю И так Давайте откроем Матфея 13.24.30 13.24 И запомните Слово Божье Прибывает вовек Какие бы судебные тяжбы Ты сегодня не проходил Кроме тех, кто судит на земле Тот, кто судит на земле И последнее слово Будет за ним Запомните В начале плевели Будут связаны в связи И Бог права гласить над ними свои суды А потом будет собрана Пшеница Читаем Матфея 13.13. 24.24 Другую притчу Вел циту лидзийбу Предложил он им говоря Винш тим сакия Царство небесное подобно человеку Дебесу валстей бир лидзий к цилвекам Пасеевшему доброе семя на поле своем Кас лабу саеклу сей сава тирума Как даже люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей и плевели и ушел Низали кvieшу старпам Кога взошла зелень И показался плот У метас варпас Татя и вилис и плевели Татя и вилис и плевели У метас варпас Татя и вилис и плевели Придежи раби Дама владзийки Татя и нам тэва Калпи Сказали ему Пе тапе гајши сакия Господин Кунгс Недобре ли семя сейл ти на поле своем Откуда же на нем плевели? Он же сказал им Враг человек Сделал это Арабы сказали ему Хочеш ли Мы пойдем и выберем их Но он сказал Нет Чтобы выбирая плевели Вы не повыдергали бы вместе с ними Не измолкту резе ар то кvieшу А ставти расти вместе Отстаясь копа аугт То и другое Вену и отру До жатвы Лидц плевели И во время жатвы Я скажу жницам Посмотрите сценарий жатвы Плевели сценарий Плевели сценарий Он господин жатвы Винч плевели скунгс И посмотрите с чего начинается жатва И я скажу жницам Плевели Саберите прежде Саватсиет Плевели Свежить их Снапы Чтобы сжечь Летто садедзинату А потом Печ там Пшеницу саберите И уберите ее В житницу Майору Итак Тезис Жатва Плевели Кончина века Лайка бейгас Жатва решает все. Но прежде под раздачу пойдут плевелы, которые сгорят в огне, и только потом пшеница будет собрана в небесные житницы. Как мы прочитали, а во время жатвы соберите прежде плевелы и свяжите их с напыли. Чтобы сжечь а пшеницу уберите житницу в мою. Представьте себе, это глобальный процесс. Сколько здесь у нас в Латвии плевелов и сколько у нас пшеница знает только наш Господь. Он не будет их смешивать. И на сегодняшний день происходит уникальный процесс интеграция плевелы разных сортов. Они объединяются в альянсе союзы партии. Господь их собирает вместе. И в то же самое время на другом полюсе собирается пшеница с пшеницей. Господь их смешивать не будет. Библия говорит, погубишь ли ты, Господь, праведника с нечистилом? Не, 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 не. Бог будет обязательно проводить вот эту линию. Поэтому, когда мы говорим про единство, давайте быть в единстве. С кем? С плевелами? или с пшеницей. Разберись, пожалуйста. Каждая птица должна летать в своей стае. Пусть вороны летают с воронами. Пусть чайки летают с чайками. Орлы пусть летают с орлами. Итак, жатва. Это время консолидации. Когда мы будем видеть, какие-то страны объединяются. Вокруг одного проекта собираются, решают какие-то проблемы. Есть другой полюс, на который собираются другие люди. Мы должны увидеть это. И мы должны, как мудры люди, видеть, Бог собирает плевели в связке не для того, чтобы плевелы уничтожили пшеницу. Бог соединяет плевелы в связке, чтобы ликвидировать опасность для пшеницы. Поэтому, что бы вокруг ни колосилось, что бы вокруг сегодня не шумело, какие бы угрозы сегодня не звучали, Боже, новое поколение сегодня буквально на первых страницах последних новостей преступной организации. Преступная организация, которая сейчас где-то в прокуратуре фигурирует. И эту организацию будет кто-то закрывать. За какие преступления? Мне даже звонили сегодня с некоторых порталов. Это вы? Да, это мы. Мы не преступники. Мы пшеница. Мы пшеница. А мы не плевелы. И будут угрожать. За что? За что? Что в церкви нет долгов? Что мы платили все налоги? Что мы проповедовали Евангелие и спасали людей? Что мы никого не обворовали? А эти жадные купцы они хотят вот этих плотников простых обсудить, засудить. Но мы говорим есть справедливый Божий суд. И мы ходим перед Богом. Амин. Какое настроение? После того, когда мы читаем эти новости, да если бы не было Слова Божьего, да можно было бы чокнуться. Потому что это провокация. Сознательно работать на нервы. Сознательно загонять людей в страх и панику. От вас ничего не остается. Мы вас посадим. Мы вас зароем. Мы вас закроем. Боже, сколько нам только не грозили. За 32 годы. Если ты спрашиваешь, какой нас ответ? Если ты спрашиваешь, как у нас ответ? Псалом 36. Псалом 37. Вот наш ответ. Лук мусу отбилд. Посмотрите, пожалуйста. Псалом 36. Псалом 37. 8. 8.13. Читаем. Перестань гневаться. И оставь ярость. И не ревнуй до того, чтобы делать зло. Это терапия утешения. Это терапия. Исцеление. Бух говорит, мое слово будет последнее. Не в прокуратуре Латвии. Не в прокуратуре. И не в полицейские Латви. Не в Латвии сполцисты. А есть в полиции царства Божьего, Которая будет решать эти вопросы в конечном счете. И когда я это понимаю, когда я понимаю теократический порядок, и я понимаю, что последнее слово Бога, и что сегодня жатва идет, и Бог пшеницу будет защищать от разных плевел. Не бойся, если плевелы иногда шевелятся очень рядом. Когда нечестивые, окажутся плечом к плечу к праведным. Запомните, Бог обязательно проведет эту границу. Будь выше этих барьеров. Будь выше этих эмоциональных истерий. Перестань гневаться. Парстай дусмотись. Астай наиду. Не ревнуй до того, чтобы разбивать машины, и к чертовой бабушке их послать. Мы их отдали в руки Божьи. Я думаю, этого достаточно, чтобы Бог с ними разобрался. И так, читаем следую стиху. Ласим наукошу пантиню. Десятой. 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 Вел мазу бриди. Вел мазу бриди. Вел мазу бриди. Читайте. Ласи, они не Боги. Ви них не полубоги. У них не полубоги. Вел мазу бриди. И очень немного. У пависам мелдрусцинь. И не станет ни честиво. У бездевийгавая речь не божит. Посмотришь на его месту. И нет его. Алексей, а чем ты? Ты говоришь, Алексей, а что ты? Это известный прием нашего великого Бога собирать плевелы и убирать с его огорода. Мы даже прикасаться не будем. От нас что будет требоваться? Ну, мумс, как спрашас? Терпение и вера святых. Еще немного. Не пройдет и полгода. Еще немного. Вы даже не знаете, что будет через две недели. Вы даже не представляете, какая международная обстановка будет через месяц. Мы даже не представляем, как Бог будет потрясать небо, как Бог будет потрясать землю, как Бог будет потрясать престолы, начальство и власть. Для чего Господь будет трясти? Да не для того, чтобы разрушить церковь, а для того, чтобы нечестивого не стало. Посмотреть на его место. Посмотрите на его место. Саим есть, а его нет. Прокуратура есть, а его нет. Институт власти есть. А нечестивых там нет. Я верю в сверхъестественное вторжение нашего Господа в правовые институты власти. Я абсолютно убежден, что наш Бог, которому мы верим, на которого мы уповарим, Он разбирается не только в человеческой душе, как грехи прощать, как исцелять и утешать. Он знает юриспруденцию. Он знает все законы. Он знает конституционные нормы. Он знает всех, кто исполняет закон и тех, кто нарушает закон. И всех исполнителей закона Бог будет благословлять. А всех нарушителей закона Он будет наказывать и возмездие неизбежно придет. Возьмите это, как пророческое слово. Возьмите. Возьмите. У них мечта еще немного и церкви уже не станет. Он драудсверс не будет. Посмотришь на Ирлоба, и нет его. Нет, будет. Все, что Бог создал, человек того, да не разлучает. Все, что Бог сотворил, оно будет стоять твердо, и оно будет стоять непоколебимо. И вы увидите, друзья, и вы скажете это человеку, это невозможно. Это будет почерк Божий. И согласно филадельфийского благословения и сатанинского сборища будут приходить люди, пытаясь что-то поменять и разрушить. Но кроме колена преклоненной молитвы, они не будут способны сделать больше ничего. И они познают, что я возлюбил тебя. Вот о чем речь идет. Если бы Бог тебя не любил, тебя бы так ненавидели. Тебя бы так ненавидели. Тех, кого Бог очень сильно любит. Тех очень сильно, кто-то ненавидит. Поэтому концентрируйся, либо на ненависти. Войну знайду. Сто лет мне эта ненависть нужна. Я концентрируюсь на божественной любви. Когда он ночью приходит. Когда Слово Божье звучит. Когда ты остаешься один-один с ним. Он говорит, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет усмешно. Ему надлежит царство. Виним накас валдить. Да коли все враги не будут положены не тихо ноликти под ножи ноки во. Зем виņа кайям. Амэн. Амэн. Еще раз посмотрите. Веларе с паскатейтесь. Это пророческое слово. Чио праведско варда. На фоне всех угроз. Уз вису драуду фону. Которые звучат сегодня. Куры скан шоден. Над этим местом. Паскатейтесь. Еще немного. Вел друссинь. И не станет нечестиво. У нетеисно не був. Церковь останется. Драудзе паликс. А нечестивых не останется. Паскатейтесь. 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 И просьба не перепутать. Многие читают. Кроткие. Это слабаки. Которые стелятся. Верят системой. Тот, кто смиряется перед Богом. Тот, кто боится Бога. Он никого не боится. Кроткие перед Богом. Это влиятельные. Лидеры. В этом мире. И насладятся они. Множество мира. Вот наши прогнозы. Вот наши прогнозы. На ближайшее будущее. Дальше. Двенадцатый. Вот сегодняшняя реакция. Мы проповедуем Евангелие. Как проповедовали последних 32 года. Мы не нарушали никаких. Запретили бы служение проводить. Мы сказали бы. Тогда мы нарушаем и проводим. Но когда этих пяти или шесть дурацких требований. Насчет какого-то хозяйства. Про какого-какого-какого-какого-какого-какого-то там общего пространства. Он не пишет против праведника. Нет. Мы вас сотрем. Мы вас закроем. Мы с вами все вопросы решим. И скрижет на него зубами. Он греешь зубы с претвинем. А просто реакция. Просто реакция. Вы угрожаете безопасности. Население. Оказывается, сегодня непривитые. Являются распространителями болезней для привитых. Оказывается, твоя вина, что ты здоровый. Что у тебя сильный иммунитет. И оказывается, ты угроза. Друзья мои. Этот театр абсурда скоро закончится. И мы вернемся в нормальное состояние. Когда здравый смысл будет в основе всех наших решений. Заглянем немножко в лагерь наших противников. Нечестивый. Злоумышляет. Что бы еще придумать. Вот еще надо. Вот еще какой-то акцент. Вот еще что-то найти. Злоумышляет. Скрижете зубами, пока они еще на месте. И дальше. 13 стих. Посмотрите. Прочитайте 13 стих. Это символически 13. Вы знаете, о чем это говорит? Мы в воскресенье проповедовали. На тему. Там был второй псалом. Когда князья замышляют, цари замышляют. Господь посмеется. Это кунгс посмеется с партием. Посмотрите 36 стих. Тринадцать. 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 Кунгс. Посмеивается над ним. Порвением смеется. Ибо видит, что приходит день его. Замышляйте. Думает. Вешайте. Бросайте дохлых кошек. Куда хотите. Господь посмеется над этим. Ибо он все видит. И он видит, что заканчивается. Время нечестия. И приходит. Время праведности. Тринадцать пятый стих. Тринадцать пятый стих. Видел я нечестивца Грозного. Исрадзея нещисту драуду. Расширяевающийся подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Кучи куплска, лебенон, цедр кокс. Мы здесь боги. Мы наведем порядок. Мы вот этих людей поставим на место. Вы не будете больше раздражать нас. Боже, видали мы таких. Видели мы нечестивца. Видели мы эту армию. И дальше тридцать шестой. Но он прошел. И вот нет его. Ищу его. И не нахожу. Однажды мы утром проснемся. И этот кошмар закончится. Многие сегодня даже не верят. Алексей, почитай вот еще такая статья. Он еще такая статья. Он еще такая статья. А вы прочитайте Псалом тридцать шесть. Тридцать шесть. Это мои прогнозы. Но он прошел. И вот нет его. Ищу его. И не нахожу. Наблюдай за непорочным лучше. Смотри на праведного. Ибо будущность такого человека есть мир. Хватит наблюдать за незаконниками. Слишком много мы их пиарим. Слишком много мы о них говорим. Давайте наблюдать за непорочным. Давайте наблюдать за Богом. За его программой. И за его обетование. Аминь. Будущность такого человека есть мир. Если ты ходишь перед Богом, я изрекающих правду, чтобы спасать. Я изрекающий правду, чтобы спасать. Будущность такого человека есть мир. 38. А беззаконники Бог их всех уберет. В исторической арене. Потому что будущность нечестивых людей погибнет. Это не мы будем делать. Мы будем Богу поклонять. А Бог будет разбираться со всеми. 39. От Господа спасение праведника. Маэстро, пожалуйста, подойди сюда. Здесь прямо звучит музыка. Я обращаюсь сегодня к праведникам. К сыновьям и дочерям Божьим. Пусть это слово пророческое. И слово утешение. И отрезвление от Бога. Поставить все на свои места. Если я праведник. У меня спасение. Маннер главшина от Господа. Но та кунга. Ни один черт. Ни один демон. Ни один демон. Никакой дьявол. Никакой дьявол. Не помешает Богу. Не потрауцаясь Девам. Прийти ко мне. Отнаг на помощь. От Господа. От Господа. От Господа спасения праведникам. Он защита их. Время скорби. И я концентрирую свою внимания сейчас. Не столько на скорби. Не так, как устьяшинам. Сколько я концентрирую свою внимания. На него. Он нас не оставит. Он судьбами праведникам. Он Бог всемогущий. Господь во славе грядущей. Он восстанет. И рассеются все враги. И все ложные боги. Исчезнут с лица земли. Это не просто хиты нового поколения. Это пророческое помазание. Это пророческое слово. Которое поменяет духовный климат. В нашей стране. И поменяет всю эту ситуацию. Еще раз прочитайте. От Господа спасение праведников. Он защита их во время скорби. И поможет им Господь. И избавит их. И избавит их от нечестивых. И спасет их. Превелы. И пшеница. Господь займется превелами. Чтобы отделить их. От пшеницы. Избавит Господь праведников. От всяких нечестивых. И спасет их. Бог будет заниматься. У Бога есть ангелы. У Бога есть ревность. У Бога есть Дух Святой. Бог руководит обстоятельств. Если Бог за нас. Кто против нас. Я повторяю тему. Жатва кончина века. Но прежде под раздачу попадут плевелы. А потом Бог защитит. И благословит всю свою пшеницу. Уважаемые друзья. Ты будешь видеть возмездие нечестивых. За то, что ты избрал нашего Господа. При бежищем своим. Закройте глаза. И давайте помолимся. Чтобы это слово. Было растворено верою. Аминалембра. 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 Господь, я прошу. Благословися с тех, чьи сердца в разочаровании. Я благословляю всех, кто сегодня в страхе. Я благословляю тех, кто сегодня чувствует гнев и ярость. Пусть мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наше во Христе Иисусе Христу. И весь народ Божий сказал Амин. 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 Спасибо, пастор, за слово. Последнее слово. Только за нашим Господом Иисусом Христом. Я хочу призвать каждого, кто нас смотрит сегодня, не смотри то, что или ты находишься физически в Доме Божьем, или ты подключен сейчас к Дому Божьему и питаешься этим словом, которое звучит с этого места. Это слово исцелит себя. Возьми свою жертву. Возьми то, что ты желаешь принести в Дом Божий и поддержать Дом Божий для того, чтобы от этого места звучало Слово Божие и наполняло каждого человека, который смотрит нас, в прямом эфире. Возьми свою жертву. Возьми то, что ты решил сегодня принести перед Господом. Подними его и молись вместе со мной. Господь, ты видишь наш, каждого на своем месте, несмотря на то, что мы не можем быть сегодня вместе в твоем доме, как ты провозгласил в своем слове, что Дом Божий будет называться Домом молитвы. Господь, мы стоим сегодня перед Тобой и наши жертвы свидетельствуют о том, что мы верны Тебе, мы верны Слову Твоему и мы просим, Господь, благослови. В это время, время, когда угрожает нам, время, когда говорит, что мы потеряем все и ничего не останется в нашей жизни, мы знаем, что Ты управляешь всем, что есть на этой земле. Последнее слово за Тебя, если угрожает нам, что нас уволят с работ, у нас не будет ничего. Я верю, Господь, сверхъестественного обеспечения. Я верю, что каждый человек, который открывает свое сердце перед Тобой, не будет постижен. Ты благословишь и Ты наполнишь наши дома хлебом, если мы будем заботиться о Доме Твоем. Вы видите сейчас на своих экранах, как вы можете пожертвовать. Или вы можете это делать через какую-то аппликацию, которую вы сейчас видите. Или вы можете приехать любое время в Дом Божий и здесь зайти в фойе, и там стоит жертвенник, и можете там принести свою жертву. Но если вдруг вы не можете приехать и не можете никаким перечислением перечислить свою жертву, но вы хотите отдать десятину и пожертвование, вы можете увидеть телефонный номер на экране и позвонить по этому номеру. И тогда к вашему счету добавится 4 евро и 27 центов. И вы можете это сделать прямо сейчас или какое-то время. И если вы хотите, чтобы мы приехали к вам и взяли у вас пожертвование, взяли у вас десятину и посетили вас, вы можете звонить по телефону, который сейчас увидите на экране. Можете записать и звонить, и мы запишем вашу адресу и вашу просьбу, и обеспечем все, чтобы у нас была связь и был контакт. Аминь. Аминь. Спасибо всем, кто нас смотрели. И встретимся в воскресенье в 11.00 через наши экраны. Благословения всем и с миром. Аминь. 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 Аминь.